Девушки отдыхают 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 Поздравляю. Решила сделать тебе сюрприз. Добрый вечер. Проходите, садитесь. Хохлов, представь опоздавшую гостью. Ну да, конечно. Познакомьтесь. Ника Гурская, директор рекламного агентства «Персона». Вить, поухаживай за девушкой. Я? Вить, давай, давай. Радуйся тебе, прошу вас. Где он только не наследил наш неугомонный Хохлов. Он пробуждал вулканы на Камчатке. Скакал с калмыками по степи. Родил сына в уральском гарнизоне. А под Прянском он хотел меня отравить собственноручно собранными грибочками. Да-да, уважаемые гости, если он вас будет угощать грибами, не соглашайтесь. Он строил дороги, мосты, солдат, дочку. Ну, с дочкой получалось хуже всего. Обычно Леночка его строила. Но самое главное, что все это время рядом с ним была его любимая жена Анечка. Я не знаю, как ты его столько лет терпела. Ну, правда. Сегодня у нас двойной праздник. 17 лет назад, в этот день, младший лейтенант Хохлов умыкнул из родительского дома эту прекрасную женщину. Ух ты! Оловяная свадьба! Вот-вот. Да горько! 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 Важаемые гости, давайте полулеем! Горько! 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 2... 4... 5... 6... 7... Горько! Ник, ты куда, Ник? Ник, 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 Ник! Постой, постой! Что, не ожидал такого своего Лерочки, да? Знаешь, это не твое дело. А что это не мое, а? Да уйди ты! Ну что, получил? Иди гостям. Просил, попал поухаживать. Ника, ты зачем сбежала? Ты знаешь, Хохлов, вообще-то это дурной тон Приводить на корпоративную вечеринку свою жену и детей Я не ожидал, что ты приедешь Ты же обожаешь сюрпризы Я хотела сделать тебе сюрприз Или под этим подразумеваются только редкие встречи у меня дома? А куда подевалась твоя подружка? А это не моя подружка А чья это подружка? А это подружка Валерки Хохлов, что-то... Кем тебе эта девица приходится, а? Витя, хватит, говорю Дина, к чему такие вопросы? Просто Витя говорит, что это твоя девушка О чем она, Валер? Динка, ты о чем? Да надоело Тебя покрывать Ну-ка иди сюда, пойдем А я родлю Витя Перестаньте вы Ты же в судьбу зашел, что ли Ай! Ай! Алло, Андрей Привет, это я Да держи его Откуда, откуда? Я в вашем чудесном городе Да ты что, не знаешь? У Альерс где рождение В общем Забери нас, пожалуйста, отсюда Ну, вот и приехали. А дядя Андрей, тебе кто? А он мой старый друг. Разве ты старый? Да нет, Мить. Просто мы с тетей Диной очень давно знакомы. Тоже в одном гарнизоне жили? Нет. Мы жили в одной квартире. Лет пять назад. А потом развелись. Но до сих пор дружим. А папа с мамой тоже когда-то разведутся? Ну, спасибо, что подвез. Я тебе завтра позвоню. Спасибо. Пока. Пока. Ну, пойдем. Поздно уже. Вот и лето прошло Только этого мало Все, что сбыться могла Мне, как лист петербайдж Прямо в руки легло Только этого мало А напрасно не зло Ни добро не пропало Все горело светло Только этого мало Листьев не обожгло Веток не обломало День промыт, как стекло Только этого мало Только этого мало Дизайн Твой? Угу Нет, так было уже Валерка Валерка Валерка, он же как ребенок Дорвался до дорогих игрушек Квартира в престижном районе Детям элитный лицей Машину себе зачем-то дорогущую купил Вдруг как-то стало важно Выглядеть Не хуже других А ведь Два года Пока Бизнес не наладил Пол дома на окраине снимали Я всех соседок обшивала А он дачи достраивал Квартиры ремонтировал А вот Казалось бы Живи Да радуйся Только бы не случилось чего Значит, он дома не ночевал, да? Ань Ты не убивайся Всех мужиков рано или поздно налево тянет Это закон жизни Понимаешь? Валерка не такой Аня Нет Пока он сам мне не скажет Я не поверю Это Витька все Соврал Этот может Аня Хоть бы ничего не случилось Легок на помине Ну Чего ты сидишь? Давай иди Выясни все Я не могу Аня, можешь Не могу Идем Идем Давай Валера Валера А давай поговорим А давай потом Я все ночи не спал А Хорошо Аня 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 тут извелась Где ты шляешься И с кем Я всю ночь катался На машине по городу Пьяный Хохлов А у тебя с этой девицей Давно? Дина А ты следователь? Я друг твоей семьи Если ты вдруг забыл А я думала Хохлов Что ты порядочный мужик Дина Прекрати Это Недоразумение Да? Валера А что ты молчишь? Наивная С первого взгляда Было видно Что это его любовница Любимая женщина Дина Выйди Ну что ты так на меня смотришь? Посмотри во что ты превратилась Тебя же ничего не интересует Кроме уборки и готовки С тобой даже поговорить не о чем А с ней есть о чем? Да есть У нее два высших образования Она путешествует по миру Она Легкая, яркая, сексуальная А ты Я задыхаюсь с тобой Ну неужели ты Этого не видишь? Блинчики Милый, какие ты будешь Блинчики С творогом или с мясом Да никакие блинчики не буду Я сытым по горло Еще с гарнизона Так иди к ней Что ты со мной мучаешься-то? Чутко Тихо is А А Что абсолют это Это Ну, что вы скандалы с утра пораньше устраиваете, а? Ленка, у тебя совесть есть? Отец из семьи ушел, а тебе бы только выспаться. Да никуда бы он не ушел, если бы не вы, тетя Дина. Что вы лезете постоянно, куда вас не просят? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я решил уйти к тебе. Валер, ну, у меня непостоялый двор. Я не предоставляю политическое убежище временно сбежавшим из дома мужчинам. Я тебя не звала, извини. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Свитер теплый не взял, рубашки только две, даже галстук любимый не взял. Тебе не о рубашках его думать надо, а о себе, понимаешь? Ань, хватит. Ты молодая, умная, красивая, у тебя еще все впереди. У тебя таких Валер будет целый вагон. Да это у тебя их вагон. А мне кроме Валера не нужен никто. Я люблю его, можешь это понять. Хотя куда уж тебе. Ну да, конечно. Я же никогда никого не любила. По прыгунь из стрекоза. Так в гарнизоне говорили. Только вот я не думала, что ты тоже. Да я не тоже. У меня жизнь в дребезге. Понимаешь ты, это нет? Так давай. Я не могу, как ты. Встала, вытерла слезы и ушла. Так давай, продолжай сходить с ума по своему кобелю. Он не кобель. И вообще, если бы не ты... Так это я? Это я виновата? А изменил он тебя тоже из-за меня? Ну, что будем делать? Конечно, можно фирму продать, деньги поделить, разбежаться. Правда, за нее сейчас много не дадут. Да и обидно, блин. Только раскрутились, прибыль пошла. Да было бы из-за чего, а то из-за бабы. Да не из-за... Из-за того, что ты меня подставил. Я сам должен был во всем разобраться. Ну ладно, выпил лишнего, понесло. Дина спросила, я ляпнула. А то, что Аня была рядом, я не заметил. Ника откуда узнала про ресторан? Тоже понесло. Валера, хочешь ударь меня? Ну, ударь меня еще раз. Давай, я сопротивляться не буду. Да иди ты. И так перед сотрудниками неудобно. Как там Аня? Я ушел из дома. К Нике. Снял номер в гостинице. Закрыли тему. Ну-ну. Так, Митя, ешь быстрее, в школу опоздаешь. А можно я сегодня дома осталась? Можно. А мне... Тебе нельзя. У тебя выпускной класс. Ты че? Я просто денег хотела попросить. Мы на каникулах в Питер едем. А сколько? Семь тысяч. У меня столько нет. Ну, позвони папе, попроси его. Вот зачем его было выгонять из дома? Мы теперь пропадем без него. А папа скоро вернется? Не знаю. Тетя Варя. Тетя Варя. Расскажь, как вы там в центре живете среди богатых. Так, у вас лучше было. Правда? Ну, пойдем, милая. Пойдем, дорогая. Солнышко, заходи. Да. Митя, баночку варенье передам. Напомнишь. Спасибо. А как Леночка? Валера настоял, чтобы ее перевели в элитный лицей. Ну, ей нужно подтянуть знания. Ей же поступать в следующем году. А там одни мажоры учатся. И чувствует она себя, как белая ворона. А сейчас другая история. Дерзит. Строит из себя крутую. Встречается с таким же одноклассником. Ну, в общем. Молодежь она такая. Не слушает нас старых перешниц. А как ты? Работаешь? Нет. Кто меня возьмет без образования? Тетя Варя. Ну? Может быть, у вас кто-нибудь что-то хочет шить? А с чего это ты опять шить надумала? Деньгами проблема. Не идет. Не идет у Валера-то бизнес. Не идет. А тогда я ему еще говорила. Еще тогда. Не садись не в свои сани. Говорила? Лена. Что? А что происходит? Что? Ну, пришел Кирилл в гости. Сами сказали. Могу приводить друзей, когда захочу. Лена, ты что, с ним спишь? Так, а вот это не твое дело. Я сама знаю, чего мне можно, а чего нельзя. Лена. Ну, что еще? Я не хочу, чтобы ты сломала себе жизнь. Слушай, ты что хочешь, чтобы я тоже из дома ушла, как папа? Лена. Отстань от меня. Ну, хочешь, я с ней разведусь? Нет, не хочу. Я же за тебя замуж не собираюсь. Но я не знаю, что мне еще сделать, чтобы ты меня простила. Может быть, поужинаем вместе? Давай. Давай. Прости. Да. А где он сейчас? Хорошо, я буду. Ника, прости, мне нужно. Митька там, в больницу. Я люблю тебя. Хохлов, ну ты так и не научился врать. Как все это случилось? Играл с мальчишками во дворе. Залез на дерево, упал. Доктор приходил, сказал, похоже на сотрясение мозга, но надо сделать МРТ. Пусть поспит. Проснется, поедем. Сделаем. МРТ. Валера, еще в школу меня вызывали. Ленка там, директрисе, нахамила. Валер, плохо нам без тебя. Совсем плохо. Возвращайся, а? Ну, давай сделаем вид, что ничего не было. Давай все забудем. Только, только обещай мне, что не будешь больше с ней встречаться. Ты у Динки научилась ультиматумы ставить. Только и во мне, Андрюша, чтобы команды по щелчку выполнять. Ну, согласен я. Дура эта ваша директриса. Но, Ленка, учиться осталось без года недели. Потерпи, не порти себе аттестат. Да, пап, не волнуйся. Просто я в последнее время вся на нервах, а тут она еще разоралась, что не в форме. Ну, и у нас вся школа вообще не в форме. Я и не выдержала. Ленка. Я все понимаю. Ты за нас с мамой. Ну, неужели ты думаешь, что я могу вас бросить? Тебя, Митьку? Не знаю. Она красивая. У тебя с ней серьезно? Мне трудно об этом говорить, Ленка. Прости меня, но если ты поймешь, я... не могу без нее, не могу без вас. Я запутался, Ленка. Не знаю, что мне делать. И я с Кириллом запуталась, папа. Что нам с тобой делать? Ну, так что, вы помирились? Я уже целый месяц думаю, что просто испортила тебе жизнь. Ты знаешь, не то, что помирились, он спит в гостиной, с детьми только общается, и... Но, знаешь, зато у Мити все зажило, и он с понедельника идет в школу. Ну, понятно. А ты при живом муже, как соломенная вдова, ну, это уже просто ни в какие ворота не лезет. Слушай, Динка, не начинай. Я на самом деле звоню, чтобы посоветовать. Вот смотри, у меня тут... Как ты думаешь, вот это к этому подойдет? Ань? Аня? Ты что, сбрендила? Тебе надо или разводиться, или семью спасать, а нет? Как-то хотела себя в порядок привести для начала. Надо. Приводи. Но не вздумай перешивать эти старые шмотки. Ну, знаешь, я тут уже нескольким клиенткам и платье перешила, и даже пальто перелицевала. Все довольны. Значит так, возьми деньги у Валеры и пойди себе что-нибудь купи новое. Нет, я денег у него не беру. Ну и дура. Ну хорошо, я не знаю, сделай себе прическу. Ну да, вспомни, какая это была раньше, а? Ну, мужики головы сворачивали, Ань. Ой, это ж когда было-то. К тому же она меня на 9 лет моложе. Все, не хочу с тобой больше разговаривать. Мы сейчас опять с тобой поругаемся. Ты не понимаешь? Значит так. Запомни, ты в тысячу раз лучше, чем она. И заставь это снова увидеть Валеру. Слышишь? А на выходных мы с Кириллом поедем к нему на дачу. У него там своя конюшня. Ух, я ему покажу. Привет, мам. О, вот видишь, как хорошо, что я тебя научил в седле держаться. А-а-а. А-а! Субтитры делал DimaTorzok Да? Когда приедешь? Через три дня. Здорово. Будем встречать. Пока. Погоди. Откуда ты знаешь, где офис ее рекламного агентства? Какие салоны красоты она ходит? Какие журналы читает? Следила за ней. Точно. Было дело. Молодец. Динка, ты только не смейся. Я хочу в следующем году поступать в университет на психологии. Ты знаешь, я давно хотела, но все как-то некогда было. Это гениально. Нет, правда. Но это новый круг общения, это новые интересы, это то, что тебе нужно. А зачем до следующего года откладывать? Ну, семестр уже начался. Нужно экзамены, сдавать документы, подготовить. Чего мы паримся? Я позвоню Андрюшке, чтобы он сходил в ректорат и пусть выяснит, как это лучше все устроить. Хорошо? Валера, нам надо поговорить. Мне кажется, мы с тобой уже все обсудили. Не все. Я хочу поступать в университет. Угу. С чего это вдруг? Чтобы со мной тоже можно было о чем-то поговорить. И к тому же, если ты забыл, мне пришлось уйти с первого курса, потому что мы уехали в гарнизон. Ну, это было сто лет назад. Потом поступать в твоем возрасте. Спасибо, конечно, что ты напомнил мне о моих годах. Но я хочу поступать. Одолжи мне денег. Я верну. Ну, так что? Вернешь? Одолжу. Но только все это бесполезно. Ну, я думала, он заочный. Хм. Заочный. Если вы хотите чему-то научиться, то только стационар. У нас прекрасные преподаватели. Сейчас у вас будет семинар. Я психолог. Нам интересно понять, как видят студенты свою будущую профессию. А также, почему они пришли именно к нам. Ну, я специально не готовилась. Психолог это профессия молниеносного реагирования. Проходите в аудиторию. Я прошу прощения. Здравствуйте. Кстати, семинар ведет наш аспирант Геннадий Горошко. Добрый день. Анна Хохлова. Наша новая студентка. Прошу любить и жаловать. Здравствуйте. Проходите, пожалуйста, в аудиторию. Да. Присаживайтесь, пожалуйста. Как там поживает твоя законная? Ника, оставь ее в покое. Есть только ты и я. Анна Хохлова. Нифига себе. Это мамаша Ленки Хохлова. Мой брательник с ней в одном классе учится. Итак, я, Анна Хохлова, решила стать психологом, потому что... Продолжайте. Я, Анна Хохлова, хочу стать психологом, потому что... Смотри, как на нее крохотил Гена зырит. Сколько лет, как ты думаешь? Тридцать будет? Нет, больше. Вы знаете, когда-то давно мне на глаза попалась одна заметка, в которой речь шла о трех английских женщинах, которые анонимно занимались благотворительностью более пятидесяти лет. И мне стало интересно. Я начала искать дополнительную информацию. Боже мой, какая сногсшибательная новость. Да, благотворительность это свежо. Тише, пожалуйста, вы мешаете. Продолжайте. Их благотворительность была абсолютно анонимна и основана на знании психологии человека. Чего круто? А началось все так. Три подруги закончили психологический факультет, потом удачно вышли замуж, у них родились дети, и все было хорошо, все было благополучно. Но в какой-то жизненный момент они осознали, что им не хватает какого-то большого, искреннего дела. И они решили заняться благотворительностью. Но самое главное, что об их добрых делах никто не знал. А зачем было скрывать? Вот для меня это был самый интересный момент. Они были психологами и понимали, что чувство благодарности нередко делает человека обязанным. А они оказывали им помощь и давали надежду. И человек думал, что он сам справился со своей проблемой. Если вам интересно, истории очень много, более тысячи. я могу рассказать... Спасибо, не надо. Рассказать более подробно. Для меня профессия психолога в идеале это огромный профессионализм и доброе сердце. Спасибо. Любопытно. Присаживайтесь. Аня, Аня, а вы очень спешите? Нет, не очень. Я хотел сказать, что мне очень понравилось, как вы выступали. Сразу чувствуется человек глубокий, думающий, с богатым жизненным опытом. Меня все засмеяли. Да ну что вы, ребята бывают иногда несколько циничными. Привет. Привет. Иди сюда. Сегодня полгода, как мы познакомились. Вот в чем дело. Спасибо. Собирайся. Столик заказан. Я не могу. Мне надо собирать вещи. Ты что, куда-то уезжаешь? Да. Уезжаю в Англию на стажировку. Ну, а почему я об этом ничего не знаю? А ты что, считаешь, что я должна перед тобой отчитываться? Нет, не считаю. Хорошо. А когда приедешь? Приеду через месяц. Ты что, хочешь, чтобы я умер в одиночестве, в тоске, в печали? Валерочка. Что? Ну, не умрешь. Всего один месяц. Привет. Привет. Ты не в курсе, где мама? Нет. И что, ужина тоже нет? Мама ушла по делам и просила, чтобы ужин сами разогрели. Понятно. По каким делам? Значит, Кирилл не врал. О чем? Он ее с каким-то ухажером видел. Держи. Иди в комнату. С каким ухажером? Чего ты мелешь? Откуда не ухажер? Ну, пап, ну ты даешь. Ты же в нее когда-то влюбился, почему другие не могут? Ну, потому что она была... Какой? С глазищами наполняется. Возвращаясь с увольнения, в часть тороплюсь, вдруг вижу, два каких здоровых мужика девчушку прижали у магазина, к стене. Она стоит, съежилась вся, как мышка. Но пришлось немного подраться. Подбородок зашивали потом. Два наряда вне очереди получил, но я этого не заметил. А вот, как она взглянула на меня своими глазищами. Все. Я пропал. Папочка, куда потом все девается? Я хочу создать центр анонимной психологической помощи, набрать волонтеров и помогать людям, которые потеряли надежду. Но главное, делать это анонимно. Аня, вы удивительная женщина. Но мне кажется, что волонтеров набрать практически нереально. Вы же видите, как студенты реагируют. Они думают, где бы устроиться, чтобы заработать. Не все такие. Я уверена, что найду людей. Вот увидите. Аня, я вас люблю. Гена, идите домой. До завтра. А где все? Лена уехала с Кириллом, а Митю я отвезла к тете Варе. Зачем? Я иду в театр. Два года здесь живем и ни разу на спектакле не была. В театр. В театр? Знаю твой театр. Я тебя видел. С очкариком. С Геной, что ли? Он мне в сыновья годится. У меня с ним ничего нет. А что же ты не идешь? К Нике? Она уехала. Сочувствую. Пусти. Никуда тебя не отпущу. Как же я соскучилась. Прости. Молчи, не говори ничего. Аня. Угу. Я дурак. Маш, значит, звоните заказчику, скажите, чтобы у вас мусора не поторопили, потому что у нас топорится работа. Привет. Маша, свободна. А ты что это? Преуспел, пока я была в Англии. Стал директором. Здравствуй, Ника. Да нет, это кабинет по-прежнему Валеры. Только его сейчас нет. И сегодня уже не будет. Он повел семью в Лунопарк. Детей. Ну, и Аню тоже. Ясно. Постой. Скажи мне, а что ты в ней нашла? Ты знаешь, что женатый мужчина это диагноз, а я абсолютно свободен. Может, сегодня вечером погуляемся? Витя. Витя. Подонок. Ну-ка, давай. Ой, молодец. Ох ты, молодец у меня, иди сюда. Ой, папка. Ой, испугался? Нет. Может, кофейку выпить? Пойдем. Что-то случилось? Неприятности на работе. Ничего, завтра разберусь. Ну что, пойдемте кафе поищем. Валер, раз ты решил вернуться к жене, вот твои вещи, им нечего здесь делать. Ты ждешь кого-то? Тебя. Тебя. Расставаться тоже надо красиво. Тебя. Тебя. Субтитры создавал DimaTorzok Прости А пригласи меня на танец Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Что так долго? Деловая встреча переросла в деловой ужин Еле вырвался Опять был с ней Ну что за нелепые подозрения? Ань Ты что не знаешь как бизнес делается? Спи Я просто переволновалась Звонила тебе Телефон был выключен Спи И кто эти восьмерки придумал? У меня пальцы запутываются их писать У меня в начальной школе они тоже плохо получались Ничего, сынок, научишься А зачем ты столько отбивных жаришь? Нам на ужин и папе на работу отнесу А можно я с тобой пойду к папе? Нет, солнышко, у тебя сегодня английский и бассейн Ну-ка покажи Молодец Хорошо Вали Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну, чего ты здесь сидишь? Пойдём Не трогай меня Ты что, заболела? Я видела тебя с ней Так что выбирай Или она, или мы Ты что, не понимаешь, что ты без меня ноль без палочки? Всю жизнь пашу, как не знаю кто А ты сидишь у меня на шее Я? На шее? Ну, не на шее Мне от этого не легче А ты почему меня не разбудила? Я на работу опоздал Что у нас на завтрак? Аня, перестань дуться Ну, ты что, не слышишь, я с тобой разговариваю? Я подаю на развод Что ты сказала? Может, я без тебя и ноль без палочки Но так больше я жить не могу Характер Решила показать Университет будешь оплачивать сама Перейду на заочное Деньги на содержание детей тоже сама? Ты хоть представляешь себе, сколько все это стоит? Школы, бассейны, элитный лицей, кружки Или ты детей тоже перейдешь в какую-нибудь обычную задрыпанную школу? Не вижу разницы, обычная или необычная А ты о детях подумай Только о них я и думаю Я не хочу, чтобы дети жили во лжи Аня, Аня, подождите, Аня Добрый день, Аня Я все знаю Что все? Ребята мне сказали, вы перевелись на заочное по семейным обстоятельствам Проблемы с мужем, да? Ген, понимаете... Подождите Послушайте, Аня Выходите за меня Ген, у меня двое детей Это хорошо, это отлично Я люблю детей Я буду хорошим мужем Я буду заботиться о вас, о детях И никому не дам вас в обиду Гена, нас никто не обижает До свидания Аня, подождите, Аня Подождите, ну ведь у нас столько много общего Мы можем работать вместе Мы можем создать этот ваш, наш центр анонимной помощи людям Гена, до свидания Всего хорошего Аня, Ань, Аня Лен Лен, ты домой? Ой Домой Не, хочу Кирилла навестить Он мне СМС-ку прислал Сказал, что заболела, три дня не будет в школе Знаю я эту болезнь Танька Орлова Танька? Да Врешь Завидуешь мне, вот и врешь Ой, обзавидовалась Думаешь, подарила ему свою девственность И он теперь всегда с тобой будет? Но в объявлении речь шла о менеджере по персоналу сети магазинов Понимаете, я учусь на психолога И мне хотелось бы, чтобы работа была в том же русле Милочка моя, ну если бы у вас был, ну хоть какой-нибудь опыт работы в торговле Тогда другой разговор Да, у нас и дисциплина хромает, и текучка большая Но у вас опыта, как у новобранца Мне во что, в бой бросать? А давайте для начала вы пойдете к нам продавцом-консультантом На месяцок Изучите ситуацию, так сказать, изнутри Ну а потом, глядишь, в менеджера перейдем, а? Хорошо Ну вот и замечательно Завтра можете приступать До завтра До завтра Ленка Пап! Привет! Гулять собралась? Погуляюсь тут с вами За Митькой Теперь в школу его отведи И в школу приведи И уроки с ним сделай Потом в бассейн отведи И с бассейна Никакой личной жизни с вами А что, мама перестала этим заниматься? Так она на работу устроилась три дня назад Ты что, вообще с ней не общаешься? Вы вообще, родители, хорошо устроились Ты со своей Никой развлекаешься А мама своей жизнью занимается А она с Митькой кто думать будет, а? Так Я о вас думаю Да? Да И поэтому вы разводитесь А говорил, никогда нас не бросишь Никто вас бросать не собирается Если на то пошло, инициатор развода не я Я так надеялась, что вы помиритесь И Митька мне все уши прожужжал Когда папа с мамой Помирятся, а? Послушай меня внимательно Что бы между нами с мамой Не происходило На вас это не отразится Ясно? Угу Ну давай вместе заберем сегодня Митьку из бассейна Хорошо Угу Подожди У меня к тебе еще есть дело Передай, пожалуйста, маме У меня она не берет Может быть, у тебя получится Вот полюбуйтесь И так половине коробок Что ж ты вы, милочка Она ведь такая приличная женщина Я вам поверю А вы вон что устроились Я, я не знаю Я не знаю, куда они подевались Испарились, Степан Сергеевич У нас всякое бывало Но с такой нарглостью я встречаюсь впервые Неделю работает и уже воруют Да в эту подсобку ходят все, кому не лень Ты товар приняла Расписалась за него Нечего теперь цирк устраивать Все, я звоню в полицию Пусть забирают, сами с ней разбираются Степан Сергеевич Ну, посмотрите на меня Похожа я на воровку Но не надо полицию Милочка моя, мне-то что делать Кто не даст тачу, покрывать будет Как ты могла расписаться за товар Не проверив его Я коробки пересчитала А посмотреть, что внутри мозгов не хватило Я не знала Вы на всех так новичках зарабатываете Вы на что намекаете Я вашу жильню пожалел Хотел решить все миром Не хотите? Ну что ж Можем вызвать компетентных товарищей Пусть разбираются Да что мне разбираться Мне и так все ясно Так, пойдем отсюда До свидания Ну что, доиграл самостоятельность Поняла, чего стоишь Деньги заработала, правда? Я отдам тебе эти деньги Пойдем, отвезу тебя домой Не надо Спасибо, что выручил Но дома я сидеть не буду Дома у меня нет Найду работу Верну тебе деньги Заберу детей И съеду Неужели все так плохо? Плохо это не то слово Я когда приехала Я Аню едва узнала Она осунулась У нее круги под глазами Ничего не ест Развод Сам понимаешь Так еще и на работу Устроиться не может Она каждый день Ходит по этим собеседованиям И что? Как узнают, что она Студентка Мать двоих детей Все До свидания Ну я не знаю, что делать Ей надо помогать срочно Потому что у нее никого В этом городе нет Понимаешь? Она пропадет Ну Я, конечно, могу денег занять Но На работу сама понимаешь Что я ее программированию За пару дней обучу Это нереально Я не прошу тебя Учить ее программированию Но ты же можешь Порекомендовать ее Кому-нибудь из своих друзей Попробую с дядей Ильей поговорить Он Секретаршу новую искал То, что нужно То, что нужно Угу Ну, спасибо Вот Вот эскизы логотипов Ознакомьтесь, пожалуйста Я не знаю Мне ничего не нравится Валера Ну, тебе вообще В последнее время Ничего не нравится Это что, из-за развода? Витька рассказал Трепло Сколько раз Спросил его Но я бы все равно узнала Может быть, ты меня не поймешь Потому что у тебя нет детей Которых могут увезти В любую минуту Бог знает куда Куда? Откуда я знаю? Возьмет и увезет Назло мне куда-нибудь Или Динка сманит Так отсудите детей себе При желании Это не проблема Она их мать Что может дать Такая мать? Кроме плохих манеров Нищенской жизни Да, войдите Здравствуйте Я Анна Хохлова Мне назначено на 9 Вы опоздали на 7 минут Извините Просто Илья Матвеевич Автобус в пробке застрял Если вы хотите со мной работать Запомните правило номер 1 Опоздание Даже на минуту Приравнивается к неявке на работу Честное слово Я никогда не опаздываю Просто сегодня... Правило номер 2 Никогда меня не перебивать Правило номер 3 Не трещать как пулемет И говорить только по существу Слово лаконичность Вам, надеюсь, знакомо Так вот Меня не интересует Ваша личная жизнь Проблемы городского транспорта Мировые катаклизмы И прочие уважительные причины Либо вы идеально выполняете Выполняете возложенные на вас обязанности Либо мы прощаемся Вам все понятно? Угу Правило номер 4 На свои вопросы я хочу получать Внятные и четкие ответы А не кивки, ужимки и закатывание глаз Мне все ясно В таком случае Идите И приступайте к работе Хорошо Что за дрянь вы мне принесли? Кофе вы же сами просили Добавлять сахар в элитный кофе Значит портить его С нетерпением ждем встречи Встречи с вами Это что? Деловое предложение Или любовное послание Постарайтесь хотя бы до трех часов закончить Мы едем на переговоры А я с вами? Вы разве не умеете стенографировать? Хотя о чем я спрашиваю? Значит запишите на диктофон Вечером расшифруете Едем Садитесь Угадай кого твоя Аня подцепила Какого-то старпера на крутой тачке Да Недолго она по тебе страдала Да какие сплетни, Валер Я их сейчас только что собственными глазами видел Я на горького смету привез заказчику Да Губа у твоей женушки не дура Ага Изображала себя скромную провинциалку Да ладно Неоритые Трезвые как степлышко Хорошо погуляла? Я работала Это теперь так называется? Дом беспорядок Детям есть нечего А ты развлекаешься непонятно с кем и где У нас дома еды, полный холодильник Могли бы и сами разогреть Им не два года Но это не значит, что на них нужно наплевать В общем так В суде буду добиваться, чтобы дети со мной остались Раз они тебе не нужны Живи сама по себе, развлекайся на полную катушку Вот так Если бы не личная просьба Андрея Я бы вообще не взял такую растяпу на работу Вы не справляетесь даже с элементарными поручениями Пропустили важный звонок Неправильно составили график Встреч на четверг Опоздали второй раз за неделю Могли бы хотя бы ради приличия попытаться оправдаться Идите и работайте Даю вам последний шанс Это еще что такое Забыли правило номер семь Не использовать женские штучки И не пытаться меня разжаловить Если вы не заметили, я живой человек, а не робот И вообще я больше так не могу Сядьте И расскажите, что у вас случилось Вчера я опоздала, потому что была жуткая авария И все троллейбусы встали Я шла пешком Сегодня в сбербанке был технический перерыв И вообще у меня муж хочет детей отобрать Как отобрать? Вы что, пьете или наркотики принимаете? Или рукоприкладством занимаетесь? Нет, что вы Я за детей жизнь отдам Вы разве не знаете, как у нас сейчас дела делаются? Были бы деньги Да У нас есть типовые проекты А также мы занимаемся индивидуальным строительством Валерий Васильевич, это к вам Извините минутку Добрый день Синицын Олег Львович Адвокат Но спасибо У меня есть свои юристы Понятно Я вам перезвоню Да Дело в том, что я представляю интересы Хохловой Анны Дмитриевны Да И что Жанна Дмитриевна хочет от меня? У нас к вам очень выгодное предложение При разводе вы оставляете жене детей, квартиру и машину А она в качестве ответного жеста доброй воли Отказывается от претензий на долю в вашем бизнесе Подумайте Всего доброго Очень интересно Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Не ожидал от вас такой прыти, Анна Дмитриевна О чем это вы, Валерий Васильевич? Твой любовник прислал ко мне адвоката Я не предполагал, что ты на такое способна Валера, ты бредишь? Какой любовник? Какой адвокат? А у тебя их что, несколько? И ты не знаешь, кто под меня копает? Знаешь что? Ты передай Горбунову Что он не на того нарвался Илья Матвеевич Я вас прошу больше никогда не вмешиваться в мою личную жизнь Не надо решать мои проблемы за моей спиной И пожалуйста, отзовите своего адвоката Хорошо Если ты готова все простить мужу-изменнику И потерять право на общение с собственными детьми То нет проблем Олег Приветствую Горбунов Все отменяется Да, по Хохловой Нет, я Не хочу терять детей Но на бизнес, Валера На его квартиру с машиной Я не претендую Бессеребряница Это не тебе Нет Продолжай вести дело Требование у Анны Дмитриевны одно Дети должны остаться с ней Да, это все Тетя Варя Здравствуйте Ой, Анютка А я как раз думала, что ты давно тебя не было Да, и Татьяна тебя спрашивала А я как раз ей пальто принесла Ага, хорошо Только пусть она пуговицы сама подберет Хорошо, хорошо, я скажу И вы уж меня простите, я сегодня без гостинца Тюна тебя Ты что думаешь, я из-за гостинца тебя жду Вон, сушки есть, мы сейчас чаевничать будем Так что давай Присаживайся Да, я Я ненадолго Я спросить хотела Да, Анечка У вас жильцы сейчас есть? Месяц как съехали, а что? А вы не могли бы нас снова на квартиру взять? Да, конечно, о чем речь? Только я сразу заплатить вам не смогу А что, Валерка совсем разорился, небось? Нет, у него все хорошо Ну так Просто мы разводимся Совсем сдурели С чего вдруг? Жили же душа в душу У него есть другая Я хотела квартиру снять Зарплату получила Даже кольцо обручальное продала Но деньги вытащили в маршрутке Вы не волнуйтесь Я у начальника попрошу аванс Да мне Да мне не к спеху Не к спеху Живите так Горюшко какое, а? Другая женщина О, деньги-то Что они с мужиками делают-то, а? А мы никак не можем дома остаться? Никак А почему? Потому что мы с твоим папой развелись А это его квартира Поэтому мы поедем к тете Варе Помнишь, как тебе у нее нравилось? Тут мне больше нравится Сыночек Понимаешь Это папина квартира Мы не можем здесь оставаться А ты будешь приезжать к папиной выходные Договорились? Давай, соберем твои игрушки Лена, ты готова к переезду? Я не поеду Почему? Ну, я не хочу через весь город тащиться в лице И я умру Или ты что, меня как Митьку силой к бабе Варе потащишь? Привет 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 Что случилось? Буаля Ты что, опять куда-то уезжаешь? Нет Мою квартиру залили соседи У меня теперь там как в аквариуме Хочешь, я помогу с ремонтом? До бригады рабочих я уже нашла Они приступить смогут только через две недели Ну, пока там все просохнет Мне надо снять себе квартиру, чтобы пожить где-то это время Поможешь? Ты можешь пожить у меня Как у тебя? Аня ушла Ну, это ничего В тесноте да не в обиде Да? Зато здесь много твоих старых друзей И в школу будешь с ними вместе ходить Тут рядом, через улицу А как же лицей? Меня только сырой За одну парту посадили Солнышко, ну это далеко Это больше часа на машине С утра пробки Ты же любишь у нас поспать, да? А Ирочку мы в воскресенье в гости пригласим Или в кино сходим Договорились? Ты мой хороший Обожаю суши Мне кажется В прошлой жизни я была японкой Держи Ленка, ты чего не ешь? Надо было тебе пиццу заказать Изображает курина Десяти лет разницы Ну не волнуйся Я у вас надолго не задержусь Так вы что? Не собираетесь замуж за моего папу? Брак Это самая скучная вещь на свете А вот с тобой, я надеюсь, мы подружимся Всем приятного аппетита Спасибо Да Я уверена, мой сын не стал бы бить кого-то просто так Давайте спокойно разберемся с ситуацией А вы знаете, я разберусь Только не с вами Я пойду сначала к директору А если не поможет, врано Я этого так не оставлю Послушайте Митя действительно ударил Толика Но Толик же тоже был неправ А вы еще и защищаете этого несовершеннолетнего балбеса Знаете, по нему колония для преступников плачет А по вам психушка Митя Расскажи, что произошло? Почему ты побил Толика? Я его не бил, только один раз двинул Отчего он кричал, что наш папа козен Раз с нами не живет Ну и что делать будем? Мама, верни меня в лице Я там не буду драться Честно-пречестно Митенька, солнышко Ну если бы все было так просто Не получится Так вот взять и вернуться в старую жизнь Надо налаживать новую, да? Ну что будем делать? Извиняться? Угу 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 Сын в школе подрался Мне пришлось два часа с директором все это улаживать Я, конечно, понимаю Работа для меня важна, но сын важнее Не милите ерунды Никто вас увольнять не собирается Не собирается Угу 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 Смотри, что одеть? Вот это? Нет. Вот это. Так. Или вот это. Ну, я не знаю, смотря для чего. Я иду на день рождения, а там будет мой бывший бойфренд. В общем, мне нужно выглядеть лучше всех. Так, ты хочешь его вернуть? Нет, я хочу, чтобы он видел, кого потерял. А, так ты, оказывается, боец. Да какой я боец? Просто он такой редкостный гад, он выставил меня перед всеми полным посмешищем. А я еще и влюбилась в него. Простить себе не могу. Ну, может быть, тебе стоит воспринимать это как боевое крещение, а не как поражение. Тебе легко говорить. Ты вон какая. Какая? Сколько тебе лет? Семнадцать. Ну, я скажу так, что мне было восемнадцать, когда я встретила любовь всей моей жизни. Как мне тогда казалось. Я училась на первом курсе иньяза, а он преподавал у нас историю Британии. Но его любили абсолютно все девочки. А он выбрал меня. И? Он добился меня, а через неделю женился на аспирантке. У них уже давно было заявление подано в ЗАГС. Так он тебя бросил? Да, получается, что так. Но это был первый и последний раз в моей жизни. И что, ты теперь его ненавидишь, да? Сначала ненавидела. А потом стала ему благодарна. Это многому меня научило. Но чему? Тому, что за женщинами должны бегать мужчины, а не наоборот. Да, мне кажется, что эти платья не подходят для мести экс-бэйфрендум. Но это же мой лучший прикид. Нам нужна шоппинг-терапия. Да. Знаешь, что мы с тобой купим? Что? Ну, вот, например, что-то вроде этого. Классно. Супер. Я тебя обожаю. Саботажник ты, а не партнер. Да не ори ты, голова болит. Ты что в таком состоянии приперся на работу? Да еще на встречу с заказчиками. Ты что, не понимаешь, что они к нам больше ни ногой? Да ладно, что они поймут? Не мужики, что ли? Сами с Бадуна никогда не были. Они думали, что у нас солидная фирма. А у нас филиал вытрезвителя. Слушай, не вди. У друга неприятности, мог бы посочувствовать. Уже рыдаю. Давай быстро домой и проспись. Ты понял меня? Мы уверены, что это будет одна из самых успешных ваших инвестиций, Илья Матвеевич. Я тоже на это рассчитываю. Господин Мехта говорит, что вы так же прекрасны, как аромат этого кофе. Господин Мехта спрашивает, может ли он рассчитывать, что наши длительные переговоры сегодня, наконец, увенчаются подписанием договора? Думаю, да. Сегодня же и подпишем. Все хорошо, можешь идти. Илья Матвеевич, извините, можно вас на минутку? Извините. У меня нет стопроцентных доказательств, но, по-моему, эта парочка собирается вас обмануть. И вы хотите, чтобы я отменил миллионную сделку только потому, что вам там что-то показалось? Поверьте, ведут себя они очень подозрительно. Слушай, я так и не поняла, откуда ты узнала, что они не те, за кого себя выдают? Ой, Динка, так мне надоело, что меня все кругом манывают. Как будто мне на лбу написано. Обращайтесь. Набитая дура. Ну, я и решила с этим что-то делать. Записалась на курсы по невербальному общению. Перечитала кучу литературы. А еще мне один профессор посоветовал отличные упражнения для развития интуиции. Я поняла. Значит, и теперь у Горбунова место детектора лжи. Ну, он считает, что это была случайность. Хотя, начал со мной советоваться, как с психологом. Привет. Привет. Ты не знаешь, Динка? Знаю. У нее свидание с Кириллом. Они же расстались. Ты все пропустил. Он ее целую неделю обхаживал. И она согласилась с ним на свидание. Помирились. Понятно. Понятно. Слушай, ты целый день дома была. Могла бы что-нибудь приготовить. Сто лет не ел нормальной еды. Валерочка, ты кое-что забыл. Что я забыл? Что я тебе не жена. А что, трудно приготовить что-нибудь для любимого мужчины? Ну, начнем с того, что я у тебя в гостях. Я люблю готовить. Но по настроению, а не из-под палки. Ну и потом, кажется, ты у нас хвастался, что любого шеф-повара за поезд заткнешь. Ну, давай продемонстрируй. У тебя есть шанс. Я с удовольствием попробую. Доставить сюда, понимаете, это другие средства нужны. Ну, да. Илья Матвеевич, вот документы. Все хорошо. Анна Дмитриевна, задержитесь на минутку. Да, конечно. Спасибо вам, Михаил Михайлович. Спасибо, что вы делали мне время. Спасибо. Завтра, пожалуйста, документы пошли. Спасибо. До свидания. Спасибо большое. Да, еще раз. До свидания. Счастливо. А почему вы на работе до сих пор? А я еще не все закончила? Завтра закончите. Идите, Аня, идите. Вы мне сегодня очень помогли. Кстати, я решил вам повысить зарплату. Спасибо, но я... Не обсуждается. До завтра. Да, до завтра. Анютонька, ну как ты? Я тебе вот чай с малиновым вареньем принесла, а настой из трав я позже сделаю. Ой, да не надо, тетя Варя. Мне уже лучше, я просто замерзла. Не жалеешь ты себя. Тебе нужно отлежаться обязательно. Несколько дней обязательно. Ой, о чем вы говорите мне завтра на работу? Если заболеет, то вообще уволят. Завтра мне пенсию принесут. Перебьемся. Еще не хватало у вас на шее сидеть. Да перебьемся. Баба Варя, баба Варя, вам телеграмму для вас принесли. Что, мое солнце? Уйди, мое солнце. Телеграмму, беги давай. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте, баба Варя. Вам телеграмма. Спасибо большое. Всего хорошего. Что случилось? Тетя Варя, сердце. Сердце. Сейчас я лекарство принесу. Спасибо. Состояние очень тяжелое. Ее сейчас перевезут в реанимацию. Понадобится много лекарств. У нас обычная больница, сами понимаете. Вот я подготовил список. Первые шесть препаратов нужны срочно. Остальные довезете потом утром. Хорошо, спасибо. Угу. Продолжение следует. Илья Матвеич, здравствуйте, это Аня. Вы не могли бы одолжить мне денег? Много. Большое вам спасибо. Всего доброго. До свидания. Спасибо. До свидания. Я переговорил с врачами. Перевезем ее в кардиоцентр. Там уже палату готовят. Она заменила мне семью, так заботилась о нас с Митей. А я не знала, что у нее порог сердца. Все будет хорошо. Главное, что ты ее привезла вовремя. Илья Матвеич, если бы не вы. А деньги я вам постепенно отдам. Что бы больше я не слышал о деньгах. И ты что-то плохо выглядишь. Может, и тебя показать врачам? Да нет, я просто устала. Три дня отгулов хватит? Нет, ну что вы, какие отгулы? Так, не обсуждается. Ты должна отдохнуть. О, привет. Что происходит? В моей квартире наконец-то закончили ремонт. Я уезжаю домой. А тебе здесь плохо? Мне хорошо. Просто не хочу дожидаться того момента, когда ты начнешь ругаться на меня из-за невыглаженных рубашек или нестиранных носков. Валер, ты знаешь, мне кажется, нам надо немножко отдохнуть друг от друга. То есть ты от меня уходишь? Ну, я еще не решила. Знаешь, а я тебе не игрушка. Сколько можно издеваться надо мной? Я издеваюсь? Хватит. Уходишь? Уходи. Отлично. Поможешь донести вещи? Знаешь, Аня, кажется, жизнь длинная, а оглянуться не успеешь, кончилось. Ничего не кончилось. Врачи говорят, что самые кризисные первые трое суток мы уже пережили. Даже проститься с ним не успела. А знаешь, он мне приснился незадолго перед смертью. А я ему, Феденька, а я давно уже тебя простила. А она, я же бесплодная, она тебя троих родила. Так что не казни ты себя. А он мне. Варь, поверишь, сам себя до сих пор простить не могу, что ты море так и не видела. Обещал свозить, не свозил. Вы не были на море? Нет. Федя сам из Мурманска все грозился на родину свою повезти. А потом другой ушел. Ну, ничего. Мы еще съездим. А, я думал, ты свет забыл выключить. Ты чего на работе допоздна задерживаешься? Что, проблемы с Никой? Ты в курсе, что у нас два месяца заказов нет? А, ты из-за клиентов ходишь чернее тучи, да? И Ника десять дней уже не заезжает. А ты что, дни считаешь, что ли? Соскучился? Да я за тебя переживаю. Да ты за фирму лучше переживай. Надо срочно что-то делать. Я даже знаю, что. Рекламу на телевидении? Да нет, это деньги на ветер. А поехали лучше к девочкам съездим. Расслабимся. Ты совсем с ума сошел? Вот, между прочим, ученые доказали, что сексуальная неудовлетворенность негативно сказывается на бизнесе. Так что там прибыли снижаются, заказчики пропадают. Я тебе предлагаю реальный способ выхода из кризиса. Все, иди. Ага. Ну, смотри, передумаешь, звони. Звони. Здравствуйте. Как хорошо, что я вас встретил. Здравствуйте. Я узнавал в деканате. Говорят, вы самая лучшая студентка среди заочников. Гена, вам нужно интересоваться сверстницами. Пожалуйста, забудьте меня. Не могу я вас забыть, Аня. Помните, вы о своей мечте говорили, ну, анонимно помогать людям, ничего не ожидая взамен. Так вот, я прозондировал почву. Уже прямо сейчас есть люди, готовые подключиться. Мой сосед врач, готов бесплатные консультации давать. Мой брат таксист. Он сказал, что может иногда бесплатно возить. Честное слово, я сам готов бросить университет, чтобы с вами заняться с созданием этого центра благотворительной помощи людям. Гена, не нужно ничего бросать. Вам тоже нужно на что-то жить. За хорошие новости спасибо, но извините, я спешу. Аня. Я не собираюсь с тебя содержать всю оставшуюся жизнь. Значит, тратить миллионы на какую-то благотворительность, на никому ненужных старух, на ремонт школы, это нормально. Отдать мне каких-то жалких 200 тысяч евро на перспективный проект жаба душит, да? Знаю я твои перспективные проекты. Казино да ночные клубы. Все. Кормушка закрыта. А ты не боишься, папа, что я обладаю очень интересной информацией, которая будет очень интересна твоим конкурентам, и что они готовы будут заплатить за нее очень большие деньги. Может, мы договоримся по-хорошему? Иди вон. И чтоб ноги твоей здесь больше не было. Ничего, я подожду. Ты же все-таки не вечный. Олег Львович, мне срочно нужен нотариус. Ну, я бы приехал, или Андрей помог бы? Помог бы? Да, конечно, конечно. Ну, зачем же? Я буду вас каждый раз дергать. Мне Илья Матвеевич помог. Тетю Варю выписали уже. Слушай, Андрюша говорил, что его дядя такой несносный характер. Мне прям уже не терпится с ним познакомиться. Скорее бы. Ай! Это что такое? У вас часто такие посетители буйные? Первый раз вижу. Это сын Горбунова, Максим. Не знала, что у Горбунова есть сын. Ага. Знаешь что, Дин, я, наверное, тебя в другой раз с Горбуновым познакомлю. Чего? Ну, боюсь, что после встречи с Максимом ему сейчас не до нас. А что, так все сложно? Сложно, сложно. Ань, ты извини нас, мы в другой раз зайдем. Вот так вот. Зажал папаша денежку? Зажал. Послал он, в общем, меня. не знаю даже, как теперь долг отдавать. Счетчик щелкает. Ты же знаешь, что бывает с людьми, которые вовремя не отдают долги. Ладно, подумаем, что делать с твоим папашей. Садись в машину. А послезавтра ничего не планируй. Поедем в Приморск. Поможешь провести важные переговоры. Я не смогу. Тетя Варя еще слабая, и Митя один. Я уже договорился с Катей, она с ними побудет. А кто это, Катя? Моя домработница. Очень надежная женщина. И не спорь. Переговоры слишком ответственные. Без тебя проводить рискованно. Ленщик, привет! Привет! Ты же приглашала, говорила, что одна будешь дома. Да, папа допоздна на объекте. Ну вот. А ты говорила, что будет неудобно. Еще как удобно, держи шампусик. Ты же говорил, что один придешь. Ну что, сообразим на троих. Знакомься. Это Стас. Наш сосед по даче, мировой пацан. Ну, что стоите, как неродные. Ну, поцелуйтесь давайте. сырой или ветчины нарезать? Всего нарежу. Сыра и ветчины нарежу. И что хочешь нарежу. Семен! Здоров. Что происходит? Мы все сроки срываем. Меня заказчики уроют. Валера, вчера Виктору сказал, цемент не подвезли. Вот из этого вся работа и встала. А мне позвонить? Подожди. Да. Алло, привет, это я. Ника, привет. Что ты шумишь? Говори, говори, просто плохо слышно. Говори. Ты хочешь ко мне приехать? Конечно, хочу. Ты соскучился? Да. Когда ты будешь? Минут через сорок буду. Мне нужно домой заскочить, переодеться. Жду. Все. Значит так, я сейчас закажу цемент, а завтра приеду и все проверю, чтобы все было закончено. Ясно? Ясно. Уберите руки, уроды, отвалите от меня. Уберите, отстаньте от меня. Отвалите. Что здесь происходит? Ну-ка, сел. Ну-ка, иди сюда. Ну-ка, пошел вон отсюда. Да ничего. Иди сюда. Я спрашиваю, что здесь происходит? Да ничего, вы не делали особенно. Пошел вон отсюда. Уроды. Ну-ка, иди ко мне. Тихо, 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 тихо. И девочка моя. Ну, все. Все. Ну, как же тебя угораздило? Папочка, я думала, что он меня любит. Тихо, тихо, моя хорошая. Ну, зачем же ты домой уродов приглашаешь, а? Ну, все, все, все. Что было бы, если бы я не пришел переодеться? СМЕХАЕТСЯ. СМЕХАЕТСЯ. Все. Митя, малыш, привет. Я тоже по тебе скучаю. Да. Но я не смогу при... Какая тетя Катя? Я сейчас приеду. Все, все. Ну, все, все, все. Что такое? Ну, все. О, господи. Митька! Папка, папка, папка приехала. Привет. Привет. Мама дома? Уехала. Тетя Катя у нас в гостях. Понятно. Кто еще к вам в гости приходит? С... Соседке Бобу-Вару навещать. Понятно. А у тебя все выходные свободны? Да, все. Поиграем в стрелялки и в монополии, в железную дорогу. Обязательно поиграем. А в воскресенье пойдем с тетей Никой в тихо. Она обещала меня научить метко стрелять. Тетя Ника уехала. Куда? К себе домой. У нее есть дом, вот она и уехала. Жалко, но мы все равно, все равно хорошо проведем время. Какая красота. Володя, останови. Соня очень любила это место. Когда ездили в Приморск, всегда останавливались здесь. Соня, это ваша жена? Мечтали когда-нибудь построить здесь дом. Не случилось. Вы расстались? Она умерла. Я не успел ее спасти. Простите. Мы познакомились еще с детьми. Родители погибли в авиакатастрофе. Нас с Таней отправили в детдом. А у Сони мать лишили родительских прав. Не смог я защитить своих девочек. Ни Таню, ни Соню. Хоть и обещал им. Таня, это мама Андрея? Он говорил, что у нее был рак. Ну и что? Надо было раньше ее отправить на обследование. Она молчала, а я дурак. Был слишком занят делами. Нельзя винить во всем себя, Илья Матвеич. Мы же не боги. Знаешь, семь лет после Сониной смерти здесь езжу. А остановился впервые. Раньше не мог. Ай, и здесь достали. Слушаю. Илья Матвеич, это Катя. Митю увезли. Что? Куда увезли? Я даже не знаю, отец забрал. Понял. Не паникуй. Ладно, поехали в гостиницу. Тебе отдохнуть надо. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Здорово, Валер. Здоров. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Зачем приехали? Заметьте. А с чего это вдруг? Мне казалось, я имею полное право на общение с собственным сыном. Никто у тебя твои права не отнимает. Валера, ну так забирать ты няню чуть до истерики не довёл. Горбунов прислал. Знаешь, что скажи... Не дари, Валера. Ты же знаешь, бабе Варе нервничать нельзя. Она после операции. Ты хочешь, чтобы у неё снова приступ случился из-за пропажи Мити? Всё? Всё. Спасибо, я сам его привезу. Ладно, пока. Прошу. Пойдём, провожу. Да, я сама. Ну, ещё чего не хватало. А я тебя чем-то обидел? Почему вы так решили? Ну, провели такую сделку. И во многом благодаря тебе. А второй день ты сама не своя. Что не так? Хотелось ещё в Приморске побыть? Нет. Просто я мало уделяю внимания детям. С Леной я вообще не могу найти общий язык. А Митю оставила на чужого человека. Уехала в командировку. Так. Бывший муж звонил. Он прав. Я плохая мать. Ты? Таких матерей, как ты, поискать надо. Лена повзрослеет сама. Разберётся, что к чему. А Митя... Начнутся весенние каникулы. Я тебе дам отгул на несколько дней. Съездите куда-нибудь вместе. Я знаю, у вас тоже проблемы с сыном. Здравствуйте. Здравствуйте. А мы не ждали вас так рано. Митя, иди скорей. Мама приехала. Я Аня. Спасибо вам большое. Катя. Ну как добрались-то? Нормально. Собирайся, Катюш. Поехали домой. Ника, прости, я в самом деле не мог в тот день приехать. Ну, не смог, так не смог. Я тебе не игрушка, Хохлов. Чемодан мой донесёшь до машины? Они что, в Тунисе не могут без тебя снять этот рекламный ролик? Нет, не могут. Ты надолго? Какая разница? Так, стоп. Так нельзя из-за ерунды. Из-за ерунды? Валер, вот я похожа на дуру? Нет, при чём здесь это? А при том, что самое глупое, что может сделать женщина, это жить с мужчиной, которому она не нужна. Ты мне нужна. Ты не умеешь врать. И захлопни дверь. Да, Леночка. Алло, привет, мам. Ты на работе? Я на работе. А о чём хотела поговорить? Да так, Том. Нитя, это дочка. Я решил выделить тебе служебную машину. Машину мне? Поездишь пока с инструктором. Спасибо. Лен, погоди. Ну, подожди ты. Ну, Лен, ну, подожди ты. Это что? Бери руки вон. Я ненавижу тебя. Ты понял? Ненавижу. Отвали от меня. Понял? Ты что, не дотрогу строишь? Ну, кто ты? А ну, отстань от неё, мразь. Да ты вообще знаешь, кто мой отец? Да мне наплевать, кто твой отец. Я её мать. Пошёл вон отсюда. И чтоб я тебя не видела. Да пошли вы. Близко не подходи. Всё хорошо. Мамочка. Ну, всё хорошо. Всё хорошо. У вас, у вас прямо дворец. Нет, ты, Митя, в Бруне не был. Вот там дворец, так дворец. А у меня так. Небольшой домик для старого холостяка. Мама, а мы когда-нибудь поедем в Бруней? Боишь-то нет, солнышко. Это очень далеко. Организуем деловое турне. Мама поедет, как мой секретарь, а ты, как её помощник. Идёт? Угу. Ну, если как помощник, то, конечно. Договорились. А вот и утка с яблоками. Ну, гости дорогие. Красота какая. Начинайте торопезничать. Катя, вы разве с нами не сядете? Да мне вроде как не положено. Ну, я, Матвеич. Не, ну совсем из меня Троекурова сделали. Садись, Катерина, с нами. Митя, положить? Я сам. Ну, ешь, растягай. Ну, будем здоровы. Митя, как вкусно. Где вы научились так готовить? Да нигде. Я из деревни. Что мама готовила, то и я. Да, у Кати золотые руки. Мама, мама такой вкусный торт готовит. С шоколадом свежий, с кремом посередине. Когда прийдет домой, мама испечет. Обязательно приду, если мама пригласит. Мне до Катерининых разносолов далеко. Понял. Не хочешь, значит, чтобы я в гости пришел, а? Ну, почему? Приходите, конечно. С наступающим. С наступающим. Митя, с наступающим. Давай выпьем за мою Ленку. Чтобы она так же поступила хорошо, как закончила. Лицей. Давай. Давай. А ты чего на выпускной не пошел? С Аней не хотел встречаться. Да. У меня тоже хреновые новости. Ребята из салюта Клиния подбивают под строительство нашего торгового центра. Мне заказчик звонил, говорит, у них техника современнее. Дым пингуют еще сволочи. В общем, надо брать кредиты банки. Апгрейдится. А то они все будут строить вместо нас. С ума сошел. Рисковать и брать кредит, когда дела и так никуда не идут. Ну, ты прав. Пусть директор салюта рискует. Пусть подминает под себя рынок. Крутишь Ашни с твоей Никой. Это сплетни. Сплетни? Валер, да я сам лично видел, как она из их офиса выходила. Она всегда ставила на победителя. А мы... Ты прав. Нам лучше просто слиться. Вить. Отставить панику. Как скажешь. Ты узнал, в каком банке лучше всего взять кредит? А то. Так куда мы едем? Это сюрприз. А, надолго. К новостям-то хоть вечерним. Приедем? Это вряд ли нам далеко ехать. А что вы задумали? А? Партизаны. Не волнуйтесь, вам понравится. Да? Да. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Увези меня к морю Мне бы соли осколок Той, что носит баракас Увези меня к морю Хоть на день, хоть на час Видишь, Фетенька А я таки попала на море Попасть на море Пусть и не твой Мурманск А попала Тетя Варя, идемте праздновать Все-таки у вас день рождения сегодня Так я уже празднула Такой праздник Вы мне подарили Теперь и помирать не страшно О чем вы? Вам жить и жить Вон еще Митьку растите Валерий Васильевич В банке еще раз все перепроверили Денег на счету нет Чем будем платить зарплату Ума не приложу Как нет? Позвоните Виктору и узнаете в чем дело Со вчерашнего вечера звоню Он вне зоны доступа Что значит со вчерашнего вечера? Идите и звоните Конечно СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ты знаешь, я не умею Ходить вокруг да около Думаю, ты и сама уже все поняла Я люблю тебя И хочу, чтобы стала моей женой Чего молчишь? Предложение не вызвала энтузиазма Нет, просто Я очень хорошо к вам отношусь И очень благодарна за все, что вы сделали для нас Для меня и для Мити Если бы не вы Думали, но... Просто я запретила себе думать о чем-либо, кроме работы После развода Понял Торопить не буду Я подожду Аня! Катя? А что вы здесь делаете? Я вас тут уже Шести утра караулю Что тут в Горбуновом? Да нет То есть, да Присядемте Он вам, конечно, не говорил Но мы вместе уже четыре года В каком смысле? Что-то непонятного Он еще не старый мужчина И я жду от него ребеночка Уже четвертый месяц Я, конечно, понимаю, что мне ему поговорить со мной не о чем Что я для него как пластырь от одиночества Но он для меня все Мне лишь бы только рядом быть Кем угодно, как угодно Лишь бы только рядом А тут вы А он знает? Нет Я не решаюсь сказать Почему, Катя? Вы же добрая Красивая Замечательная женщина Ему надо сказать Я боюсь Не бойтесь Я сама скажу У меня хорошая новость Через три дня Мы едем в Париж Я уже билеты купил Гостиницу заказал У меня там две деловые встречи Кроме того, Париж стоит мерси Я не... Знаю, знаю Ты мне еще ничего не ответила Но я же не соблазнять тебя туда везу Просто хочу, чтобы ты Походила по парижским улочкам Подышала их воздухом Расправила крылья Вы знаете, что Катя От вас беременна Не может быть Она не врет Я считаю, что Вы должны на ней жениться Расправила крылья ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Мы же взрослые люди, Катюша. Ты должна понимать, в таком возрасте по залёту не женятся. Разве ты хочешь, чтобы я жил с тобой без любви? Из жалости. Чтобы сидел с тобой тут. А мыслями был смей. Простите меня, Леонид Ильич. Но я вас очень люблю. АПЛОДИСМЕНТИЕ СМЕХ АПЛОДИСМЕНТИЕ СМЕХ Прибудь машин на улице. Анюта. Анют, может быть, чайку горячего еще подлить, нет? Не знаю я, что делать, тетя Варь. А что такое? Ну, Илья поговорил с Катей и снова сделал мне предложение. А ты не хочешь за него, что ли? С ним надежно. Он мне очень помог. Он вернул меня к жизни, но... А ты в нем сомневаешься или в себе? Я не знаю. Есть Катя, ее будущий ребенок. Я не хочу никому портить жизнь. Ну, сравнила. Ты что, соблазняла его специально? Ну, вот, уводила от семьи. Да у него семьи нет. Мало ли что Катя себе напридумывала. Но ведь он с ней жил. Знаешь, что я думаю? Лети ты с ним в Париж. А там видно будет. Ты почему не одета? Бегом это на самолет опоздаем. Я не поеду. Как не поеду? Илья Матвеич, я долго думала и... поняла, что я все еще люблю мужа. Простите. Простите. Редактор субтитров. Корректор А.Кулакова КОНЕЦ 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 Извините, пожалуйста, это место Ильи Матвеевича. Будьте добры, присядьте сюда. Да, да, да. Хорошо. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Это Максим, сын Ильи Матвеевича. Я знаю. Можем начинать. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Исполняя последнюю волю, Ильи Матвеевича Горбунова, Петренко, Екатерине Ивановне, назначается пожизненная ежемесячная пенсия в размере трех тысяч долларов. Тридцать шесть тысяч баксов в год. Неплохо для служанки. Кроме этого, с момента рождения ребенка на его имя будет открыт накопительный счет в банке, доступ к которому он получит при достижении совершеннолетнего года. Ребенок! Понятно. Племяннику покойного. Молодец, папаша. Ковалю Андрею Владимировичу завещается коллекция редких монет. Тысячна триста тянет, да, братец? Понятия не имею. Не зря притворялся, что нумизматика тебе очень нравится. Личному секретарю, Хохловой Анне Дмитриевне, завещается все остальное состояние. Банковские счета, ценные бумаги, недвижимость. Что за чушь? Я единственный настоящий наследник. А вы, Максим Ильич, в завещании вообще не упомянуты. Я вас понял. Вы воспользовались тем, что меня не было в городе. Подделали завещание. Я выведу вас на чистую воду. Значит, в кредите нам отказали? Да, отрез. Предыдущий кредит, с которым сбежал Виктор, был очень большой. Поэтому банк не будет рисковать. И потом у меня есть кредит на машину, квартиру, который не оплачен. У нас еще зарплата не выплачена. Что, сказать сотрудникам, что она задерживается на месяц из-за временных сложностей? Нет, нет, нет. Зарплату нужно выдать в полном объеме и без задержек. Но денег на счету нет. У меня кое-что есть из моих сбережений. Может быть, хватит. Валерий Васильевич, ну это вы уж слишком. Нет. Это не слишком. Сотрудники не должны страдать из-за моих ошибок. Хорошо. И все-таки, я думаю, вам стоит переехать в особняк. Илья Матвеевич расстроился бы, узнав, что вы решили продать дом. Я не собираюсь ничего продавать. У Ильи Матвеевича есть сын. Это он должен быть законным наследником. Я не хочу у него ничего отнимать. А вы ничего не отнимаете? Илья Матвеевич лишил сына наследства еще полгода назад. И тогда же распорядился в случае его смерти все деньги перевести в благотворительный фонд. Но почему? Он отказался обсуждать причины такого решения. А незадолго до катастрофы переписал завещание. В вашу пользу. Так что оставайтесь. Он этого хотел. Анна Дмитриевна, поверьте мне, он очень этого хотел. Поверьте, мы с ним много лет дружили. Вы меня извините, но мне пора. Спасибо вам, Олег Львович. До свидания. До свидания. Ну, я пойду собираться. Куда ты? Ты разве не останешься? Я так виновата перед тобою и перед ним. О чем ты говоришь, Кать? Ну-ка пойдем, сядем. Что случилось? Я ведь беременность-то подстроила. Как подстроила? А вот так. После смерти жены у Ильи Матвеевича никого не было. Он ни одну женщину в дом не приводил. Все работа, работа. А ко мне он приходил. Иногда. А месяцев пять назад перестал. Что я могла сказать? Обыкновенная кухарка. И я поняла, что у него кто-то появился. Мне бы в сторону отойти. Так я же решила его детем привязать. Он как-то раз вернулся поздно вечером, после банкета выпивший. Ну и... Я сама к нему пришла. И видите, как получилось. На обмане счастья не построишь. Никуда ты не пойдешь. Он бы не позволил тебе с ребенком по чужим углам скитаться. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК 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 который так сильно очаровал моего отца, что он не смог устоять. Я его не очаровывала. А я его понимаю. Я бы тоже не устоял. Кстати, это вам. Я знаю, вы любите розы. Что вы хотите, Максим? Ничего особенного. Несколько минут вашего драгоценного внимания. Я очень давно не видел отца. Последнее время вы были с ним рядом. Может, вы пригласите меня в дом? Мы поговорим о нем. Проходите. Благодарю. Если честно, сначала я вас возненавидел. Я думал, вы хищница, которая... которая лишила меня всего. Но чем больше я вас узнаю, тем больше вы мне нравитесь. Теперь я понимаю отца. Хотя, конечно, между нами огромная пропасть. Вы очень богатая женщина. А я простой итальянский гастарбайтер. Перебивающийся временными заработками. Почему Илья Матвеич с вами не общался? История банальна. Конфликт отцов и детей. Папа хотел, чтобы я занимался бизнесом, продолжил его дело. А я хотел романтики. Вот и уехал в Европу. В поисках красивой жизни. Как мне казалось, в этой стране ловить нечего. Но я сильно ошибался. Самые лучшие женщины в мире наши. А вы, Анна Дмитриевна... Ну, хватит. Вам нужны деньги, а не я. Если бы вы знали, что я к вам испытываю, Анна Дмитриевна... Уходите. Вы измените обо мне свое мнение. Анна Дмитриевна... Всего доброго. Привет. Привет. Я слышала, у тебя неприятности. Нерунда. Но это не повод, чтобы напиваться, да? Тебя уже это больше не касается. Наличь. Олег. Прости. Задержался на встрече. Познакомься, пожалуйста. Это... Валерий Хохлов. А это... Олег Юдин. Я так понимаю, это твой бывший. А ты нынешний. Хохлов. Где-то я слышал эту фамилию. А не тот ли это неудачник Хохлов? Олег, ну не надо. Который пытался со мной конкурировать. Но сдулся. Олег. И теперь распродает свою фирму по дешевке. Неудачник. Неудачник. М-м-м. Валера! О, тихо, 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 тихо. Тихо, 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 тихо. Ну, идиоты. Стоять, стоять. Все хорошо, я спокоен. Стоять, ребят. Я спокоен. Я спокоен. Все хорошо. Я тебя посажу. Мама, привет, слушай. Привет, Леночка. Папу арестовали. Звонил только что из отделения. А что случилось? Подрался в баре из-за Никки. А, из-за Никки. Ну, пожалуйста, сделай что-нибудь. У нее в последнее время одни неприятности. Фирма разорилась, машину отобрали. И квартиру хотят отобрать. Пожалуйста, мам, сделай что-нибудь. Петр Сергеевич, здравствуйте. Нужна ваша помощь. Спасибо. Ну, пойдем. Пойдем. Вообще-то я тебя ни о чем не просил. Валер, я понимаю, что тебе плохо, но я-то в чем виновата? Да ты никогда ни в чем не виновата. Ты святая, спасла мужа идиота. Отлично. Век не забуду. Пап. Что, пап? Ты хоть помолчи. Мамочка, ну не обижайся на него, ладно? Прости. Прости. Пришли мне счет, я все оплачу. Олег Львович, прошу вас, переговорите с Юдиным. Пусть заберет свое заявление о так называемом злостном избиении. Ну и скажите ему, что моральный ущерб мы компенсируем во внесудебном порядке. Хорошо, Анна Дмитриевна, я все сделаю. Спасибо. До завтра. Чуть не упустил вас, Аня. Добрый день. Здравствуйте, Гена. А я уже волонтеров нашел, целых пять человек. Волонтеров? Ну да, но для нашего, вашего центра помощи. Я его назвал Рука Надежды, вы не против? Ну что вы, как я могу быть против? Спасибо вам огромное, я даже не ожидала. Как-то я могу вам помочь? Ну вообще-то денег пока нет для помещения. А собираемся у меня дома, а там места маловато. Да ничего, что-нибудь придумаем. А вы знаете, у меня есть идея. Какая? Это вам. Ну, спасибо. Не поняла. Ты что, этому гене весь свой офис отдала? Ну, мне он все равно не нужен, а так он больше пользы принесет. К тому же Илья Матвеевич не зря хотел сначала все деньги в благотворительный фонд отдать. Ой, все ясно. Ну а этот Макс угомонился? Ой, не знаю, что делать. Просто преследует меня. Звонки бесконечные, цветы присылает. Думаю, отдам я ему часть денег, а то ведь не отстанет. Ты знаешь почему? Отец от него отказался. Почему? Я на Андрюшу насела, так он мне все и рассказал. Оказывается, Макс свою маму на тот свет отправил. Как так? У нее инсульт случился. А он со своими друзьями дома развлекался. Ну что, пьяный в хлам. Подумал, что ничего страшного не происходит. Скорую, естественно, не вызвал. Когда Илья Матвеевич приехал, он тут же ее в больницу отвез. Ну а что, все? Поздно. Понятно. Да-да, привет. Я где-то в центре. Не знаю, где. Ой, девушка, извините. Ваш телефон. Простите, простите. Ничего страшного. Меня Макс зовут. Лена. Очень приятно. А вы очень торопитесь. Нет. Может быть, тогда прогуляемся? Давайте. А вообще, Италия очень красивая страна. Яркая, гостеприимная. Кстати, на итальянском. И димир пьер джека не со червы. У джека кома омбра видер энтон пьене. Кьянмаро дольче поке ор серене. Кьярмаро... Не помню, но это, в общем, сонет Петрарки был. Спасибо. Скучаешь по Италии? Ну, не скажу, что сильно, но есть чуть-чуть. А когда поедешь обратно? Я поеду обратно только с тобой. Как договаривались мы с вами? Анна Дмитриевна, спасибо большое вам. Я вам так благодарна. Спасибо. Не благодарите. Что вы, Анна Дмитриевна... Всего доброго. Благодарю вас. Спасибо. До свидания, Анна Дмитриевна. Аня! А что это сейчас было? Ты о чем? Ты дала ей чек. Я просто хотела помочь. Не надо. Не надо за меня платить. Я сам справлюсь со своими проблемами. За что ты меня так ненавидишь? Да, Леночка, привет. Конечно, во сколько? Все, договорились. О! Мам, а где ваша домработница? Катя не домработница. Она член семьи. И сейчас она в больнице. И пробудет там долго. Давайте к столу. Бежали. Так. Садись. Садись. Как я соскучилась по твоим вкусняшкам, мама. Ну, рассказывай, что у тебя за сюрприз. Я выхожу замуж. Ну, тебе еще нет восемнадцати. Ну, мы распишемся, когда мне будет восемнадцать. Через два месяца. А кто жених? Ты не поверишь. Максим Горбунов. Максим Горбунов. Максим Горбунов. Максим Горбунов. Максим Горбунов. Кто? Максим Горбунов. Я прекрасно знаю, какой Максим Горбунов. Ему нельзя доверять. Тем более связывать с ним жизнь. Ну, дорогая моя, ну ты вспомни Кирилла, что из этого вышло. Мам, ну зачем же ты так? Ты хочешь, чтобы я была несчастной и совсем-совсем одна? Дорогая, я желаю тебе счастья. Ну, Илья Матвеевич не зря же лишил его наследства. Ну, послушайся ты матери хоть раз в жизни. Он совсем другой. Лена! Прекрати морочить Лене голову. Ты ничего таким образом не добьешься. Интересно, есть другой вариант? Что же вы готовы предложить в обмен на то, чтобы я покинул столь прекрасный город? Мерзавец. Я на самом деле вас проверял. Я никуда не уеду, даже не надейтесь. У нас с Леночкой большая любовь. Так что привыкайте, Анна Дмитриевна. Я тебя прошу, поговори с ней. Ну, какой Таиланд? Еще с этим Максом, с этим... Он никчемный, мелкий и подлый человек. Он ее не любит. Я тебя прошу, поговори с ней. Меня она не слушает. Я, между прочим, поговорил с Максом. Да, и он мне показался неплохим парнем. У него есть свой бизнес в Италии. Он объездил полмира. И, между прочим, он Ленку любит. Нет у него никакого бизнеса. Все это вранье. Ему просто нужны деньги отца. А Лену он использует. Знаешь что, для тебя все мужики либо никчемные, либо бездарные. Либо ненужные люди. Ну, за исключением Горбунова, конечно. Прекрати. Нет, это ты. Прекрати. Прекрати мешать Ленкиному счастью. А если ты не можешь за нее порадоваться, возьми и отойди в сторонку. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Я пойду в больницу. Катя родила. Мальчика. Раньше срока, но угрозы жизни нет. Давай. Зачем и о чем говорить? Все душу с любовью, с мечтами, Все сердце стараться раскрыть. И чем же одними словами? И хоть бы в словах-то людских, Не так уж все было избито. Значенья не сыщите в них, Значение их позабыто. Да, и кому рассказать При искреннем даже желании Никто не сумеет понять Всю силу чужого страдания. Зачем и о чем говорит? Всю душу с любовью, с мечтами, Все сердце стараться раскрыть. И чем же одними словами? И чем же одними словами? Где я? В больнице. А что со мной? А вы ничего не помните? Я ехала к Кате. Кате! Тише, тише, тише. Лежите. Куда? У вас черепно-мозговая травма, Перелом ребра. Чудо, что вы вообще живы остались. Что ты здесь делаешь? Буду ухаживать за тобой. Мне разрешили. Ухаживать? Что из судна будешь выносить? Из судна буду выносить. Не нужна мне твоя помощь. И жалость мне твоя не нужна. Уходи. Валера. Здравствуй. Оставь нас на несколько минут. Анечка, ну что ты делаешь? Он неделю дежурил у твоей реанимации. Понимаешь? Пока ты была между жизнью и смертью. Он тебя любит. Понимаешь? Не любовь это, а чувство вины. Ну ты тоже хорош. Ну скажи, какая женщина захочет, чтобы ее видели в таком состоянии? Я же хотел помочь. Конечно. Ладно. Слушай, Аня, она переживает, что авария была подстроена. Я надеюсь, не мной? Да не тобой, не тобой. Она, она думает, что Макс постарался. Да не может быть. Макс не похож на хладнокровного убийцу. Ну да. И потом, когда все это случилось, они с Ленкой сидели уже в самолете. Все может быть. Машину можно было испортить еще до отъезда. Но самое главное, что Аня переживает, как бы теперь этот Максим не взялся за Митю. Ну, чтобы все деньги выманить. Дина, ну это бред. Я понимаю, что у Ани черепно-мозговая травма. Может примеречиться все, что угодно. Ну, а ты-то что? Угу. А если не бред? Сергей Васильевич, версия может быть и ошибочная, но на всякий случай нужно проверить, потому что мало ли что. Молодой человек, не переживайте. Я хоть и частный детектив, но автомобильными авариями занимаюсь 30 лет. Если что-то не так, всегда обнаружим. Спасибо. До свидания. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Наверное, это здесь. Вон ход. Я побежала. Я тебя в фойе подожду. Мама! Лена! Леночка! Ну, как же ты так? Ну, что ты? Ну, не плачь. Мы только сегодня утром прилетели. Папа сказал, что тебя еле спасли. Ну, все позади. Уже все хорошо. А как вы съездили? Как в раю побывала. Макс меня на руках носил. В общем, мы решили пожениться и завести ребенка. Ты беременна? Ну, мам, ну почему каждый раз, когда я тебе пытаюсь что-то рассказать, а ты... Леночка, я тебя умоляю, не спеши. Ну, ты сама еще ребенок. Ну, мамочка. И поосторожнее с Максом. Мамочка. Ну, я понимаю, что тебе сейчас плохо. Но Максим же в этом не виноват. Да это он подстроил аварию. И мою, и своего отца. У меня нет доказательств. Но... Но почему же? Почему каждый раз, вот каждый раз все одно и то же? Ну, что он тебе сделал? За что ты его так ненавидишь? И что он тебе сделал? Леночка. Леночка. Ань, что случилось? Она мне не верит. Что? Ты ей что, все рассказала? Она не успокоится, пока мы вместе. Но я не хочу с тобой расставаться. Малыш, я тоже не хочу с тобой расставаться. Все наладится. Слушай, мне нужно позвонить, извини. Привет, Эдик. О, прилетели? Да, прилетели. Нужно поговорить. Ну? Нет, это не телефонный. Анна Дмитриевна попала в аварию. Ну и что, жива? Да. Чем-то помочь? Нет. Она считает, что авария подстроена. Есть доказательства. Ты знаешь, где я живу? Приезжай. Да, знаю. Хорошо, сейчас приеду. И Ленку свою захвати. А Лену зачем? Да ты много вопросов задаешь. Ладно, ладно, не ори. Сейчас приеду. Поехали. Сколько? Пятьсот тысяч? Я не смогу сразу собрать такую сумму. Да, я поняла. Поняла, я постараюсь. Завтра, да. Только... Только не сделайте ей ничего плохого. Ань, все будет хорошо. Весь город обмотали. Ну, в общем, ни у нас дома, ни на квартире, которую Макс снимал, ни в особняке Горбунова, их нет. Я не знаю, где ее искать. Мне только что звонили. Требовали выкуп. Макс? Нет, голос незнакомый. Сказал, что если я завтра не принесу деньги, то Лену... Так, все. Все, ребят, давайте к ментам идите. Я не знаю, этот спецназ, кто там этими похищениями занимается, Андрей. Ну что, мы сами ничего не сделаем. Все. И никаких шагов влево-вправо. Вопросы есть? Возражения есть, причем категорические. Аня еще не очень хорошо себя чувствует. А если и плохо станет на улице? Вся схема ваша полетит. Ничего не полетит. Я хорошо себя чувствую. Послушайте, давайте все-таки я поеду. Валерий Васильевич, в сотый раз вам повторяю. Надо выполнить все их требования. Иначе их реакция может быть непредсказуемая. Вы хотите увидеть свою дочь живой или нет? Все, по машинам. Поехали. Давай. Да. Да, хорошо. Я поняла. Поверните налево. Этого в плане нет. Поверните, я сказала. Куда они? Поворачивай за ними. Да убери ты свою колымагу. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Да. Входи в торговый центр. Иди направо. Поняла. Поднимись на второй этаж налево. Там служебная лестница. Спускаешься во двор. У тебя одна минута. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Куда она пошла? Туда. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Деньги принесла? Принесла. Но я вам ничего не дам, пока не увижу свою дочь. Хорошо. Давай сюда свой телефон. Садись в машину. Опа. Ее телефон, Валер. Давай. Давай еще чуть-чуть. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Стоять. Мама! Лен, Леночка! Сидеть! Сидеть, я сказал! Мамочка, мама! Я свое обещание сдержал. Теперь можешь попрощаться с горбуновскими денежками. Развяжи их, ты же получил деньги. Подожди, я еще не пересчитал. Все будет хорошо. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Так, это здесь. Будем ждать группу захвата. Ну, а чего ждать? А вдруг их там убивают? Так, я сказал ждать. Ну, что, посчитал? Отпусти их. Ты что, совсем дура? Зачем мне свидетели? Ах ты, Марат! Ах ты! Сидеть! А-а-а! Сама виновата! Закапала горбуновские денежки! А как мне с этого долг получить? Я и так слишком рисковал, чтобы сделать его наследником. А тут еще ты нарисовалась. Вадик, ты здесь. Смотри за окнами. Побежали. Ах ты! Сука! Ты меня подставила! Валера! А-а-а! Валера! Ах ты! ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Ах ты, гад! А-а-а! За мной! Лежать! Лежать, кому сказал, полиция! Мало того, что Валерку не остановил, так еще и сам под пулей полез. Тоже мне спецназовец. Я не понимаю, тебе что, жить надоело? Скажи. Без тебя надоело. Вот выздоровеешь, я тебе придушу. Но это вряд ли. Знаешь, я так испугалась. Я подумала, что даже прощения у тебя попросить не успела. Ребеночка тебе родить. Ребеночка? А кто говорил мне три года назад, что не нагулялась? нагулялась. И хочу, чтобы ты был отцом моих детей. Так что, если ты не против... Ты делаешь мне предложение. Я согласен. Тише, тише, тише. Я люблю тебя. И я тебя люблю. полюбила. Тише, тише. Динамо у тебя. Тише, тише. Да нет. Ну, что ты, мой хороший. Ты меня так любишь, а я тебя, я тебя отталкивала. Тихо, тихо, ну, что ты, все будет хорошо. Макс погиб. Все будет хорошо. И баба в больнице. Ты могла из-за меня умереть, мамочка. Тихо, тихо. Как мне теперь жить дальше? Ну, все, все, тихо, ну, все. Все будет хорошо, у нас все будет хорошо. А можно я к тебе с Митей переехать, да? Ну, конечно, можно. Только мы здесь ненадолго. Я все переписала на Катю, а мы поедем к тете Варе. И хорошо, зато вместе. Да. Ну, все. Аня, я хотел сказать по поводу этого дела, ну, с бездомными животными. Может быть, что-то... Здравствуйте, Анечка. Это вам. А мы разве знакомы? Вы операцию моей жене оплатили Нина Иваницкая. Помните? Да. Спасибо вам. Но как вы узнали? А я в разведке служил. Расколол я вашего зама Геннадия. Дай вам Бог обоим здоровья. Спасибо вам. Берегите себя. Спасибо. Аня. Гена. Аня, я даю вам честное слово, больше такой утечки информации не произойдет. Ну, смотри, у меня. Аня, ну, ну, точно, ну, ну, так получилось, ну, ситуация такая. Ну, что, до завтра? До завтра. До завтра, Аня. До завтра. До завтра. Аня. привет привет папка папка приехал привет баба варя там папка приехал вот держи что это это документы на квартиру кредит я погасил квартиру оформил на тебя детей но нечего вам ютиться у бабы варя а ты что я в европу на заработки деньги буду присылать в европу хорошо много новых возможностей для бизнеса и для личной жизни ах ты психолог тебя никто заменить не может выходи за меня замуж я понимаю я заслужил валера я просто я изменилась я не смогу быть тебе такой же женой как и раньше готовить тебе борщ и просто ждать дома я стала другая женщина именно такая ты мне нужна а а и а и и и